Не путайте историческую Армению с Кавказом. Информация к размышлению. Кавказскими народами и кавказскими странами считаются те страны и народы, которые проживают и располагаются на склонах Кавказского хребта. То есть, это республики Северного Кавказа. Дагестан, Чечня, Ингушетия, Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея. И республики Южного Кавказа. Абхазия, Грузия и частично Азербайджан. Так как азербайджанцы, как и все тюрки, пришли из Алтая, а на склонах Кавказского хребта Азербайджанской республики проживали и проживают. Хотя они везде аварцы, лесгины, ингилоиды. А как же, скажете вы, Армения? Отвечаю. Территория исторической Армении, одна десятая часть которой занимает республика Армения, не относится к Кавказу, так как расположена на Армянском Нагорье. Это географический термин, который никак не связан с термином Кавказ. А что же называют Малым Кавказским хребтом, спросите вы? Как такового Малого Кавказского хребта не существует, а под этим термином объединено множество мелких хребтов и отдельных возвышенностей части Армянского Нагорья, на которых и расположена республика Армения, Арцах, Джавах, Нахичеван. Армяне, по своему этническому происхождению, являются индоевропейцами, а не кавказцами, и намного ближе к грекам, немцам, русским, иранцам, чем к любому кавказскому народу. Так почему же Армению и армян, соответственно, называют кавказской страной и кавказским народом? С приходом России на Кавказ в ее руки попала только малая часть исторической Армении, и выделять ее в отдельный регион не имело смысла. Вот и определили для удобства Армению в ряд кавказских стран. И до сих пор по ошибке и по привычке Армению называют страной Южного Кавказа. Армянский народ называют кавказцами только обыватели, так как весь научный мир относит армян к семье индоевропейских народов, прародиной которых и было Армянское Нагорье. Анастасия